Это город Азбест в Свердловской области. Там поджог на избирательном участке, где приходят так называемые выборы Путина. Это он их так называет, а больше никто в этой жизни и в этом мире. Еще 9 участков облили зеленкой или чернилами в разных городах и регионах России. Как минимум 6 попыток поджога зафиксированы. Всего издание The Moscow Times насчитало более 15 подобных инцидентов. И это только первый день голосования трехдневного избирательного процесса в Великой террористической федерации, именуемой выбором. Наверное, именно поэтому, благодаря таким поджогам, сам российский диктатор никуда не вышел из своего кабинета бункерного, где он ходит в свой небольшой чемоданчик, своим небольшим одним местом, и голосовал благодаря системе электронного голосования. Правда, больше почти никому не удалось даже под разным принуждением и шантажом проголосовать, потому что она поломана. Но он смог, он смог. Что происходит? К чему это все приведет? И можем ли мы утверждать, что поджигаются не только избирательные участки, а и перспектива какого-то будущего для Путина? Ирина Узлова, зовут меня, и со мной традиционно, еженедельно, Ольга Романова, глава благотворительного фонда «Руссидящая». Ольга, здравствуйте, искренне рады вас видеть, как всегда. Здравствуйте, очень рада. Да, да, возбудили дела в Российской Федерации, Следственный комитет, возбудился сам, благодаря таким поджогам. Я думаю, и дела возбудил, значит, уголовные. А Элла Памфилова выходит и говорит, подонки, сядете все, 141-я статья Уголовного кодекса, значит. А люди поджигают, зеленкой обливают. Вот так как-то, как-то и полдень против Путина готовятся. Как-то где-то народная любовь на уровне 80% не прослеживается. Или я что-то, может, плохо вижу? Ну, вы знаете, я думаю, да. Я думаю, у нас что-то плохо со зрением. У нас какая-то другая фокусировка. Мы видим другую реальность. Потому что я не знаю, как перевести на какой-то другой язык некоторые эдематические выражения устойчивые. Но, наверное, и не надо переводить. Давайте будем считать это все-таки научным выражением, раз уж это устоявшееся, эдематическое. Пух и пляшем. Вот как-то так. Все-таки вот эти вот ростовые куклы бесконечные на участках. Рыбаки со сверлами, с удочками и так далее. Вот-вот Петр Первый пришел. Еще какие-то козлы пришли. Ряженые. Какие-то ряженые яки, кабаны, медведи, Дед Мороз, частушки. Это такое все-таки, это карнавальная культура Бахтина. Вот это все, вот это народ видит и любит. А поджоги, зеленкую краску, это иностранное вмешательство. Вы знаете, что я сегодня увидела в Тюмени, на избирательном участке, даже вообще в УИК, уже в довольно большой избирательной комиссии, вдруг увидела ростовую куклу, знаете кого, Карлсона, американского Карлсона, картонного. Конечно, да, и все здесь, и Тюша Метелкина, и Карлсона примели, значит. Да-да, но это же... Зачем? Это же иностранное вмешательство, выборы. Рука Вашингтона. Это же они, это же американцы. Я думаю, они и поджигают. Я думаю, они и поджигают. Это, конечно, американцы и зеленкой заливают, и все такое. Ну, или, конечно, по наущению. По наущению позвонили украинцы, сказали, возьми кредит в банке, а потом сходи на избирательный участок и залий его зеленкой. Вот так оно и было. Они говорят, что это киевские мошенники и террористический режим, значит, набирают. А на самом деле, ожидали ли они, и почему они не готовы? Потому что только к вечеру первого дня запретили Ольга на избирательной участке с жидкостями проходить, заметили, что может что-то излиться. Просто волеизлияние происходит на территории Российской Федерации. Ну, наконец-то, наконец-то все-таки ноу-хау, которые уже за рубежом применяются в России, пришли и, собственно, на Русь. Потому что, вот, например, мы сегодня что видели в Праге? Вот в Праге мы сегодня видели очереди в полдень, почему вдруг в пятницу? Почему вдруг 15-го, а не 17-го? А потому что, например, посольства везде начали работать, как хотят. И вот в Праге всего один участок голосования для всей страны, для всей Чехии. А в Чехии очень большая русско-паспортная диаспора. И только в Праге, только один день, и сразу, сразу ячейки, куда сдаются все вещи, включая мобильный телефон. И ты заходишь как в чистилище. Ты все отдал в ячейку, при тебе только паспорт. Причем тебя спрашивают место жительства и так далее. Все жидкости, все сдаешь, я не знаю, может быть, анализ мочи тоже, в ячейку. И потом уже идешь только с паспортом голосовать из-за этого. Собственно, и они нагнали очередь к полудню. В общем, такая какая, в общем, могла бы там, наверное, и не быть в конце концов. Но вот за рубежом из ДЕВ посольства все сдают. И вот теперь, наверное, и, собственно, в основной Россейшке будут сдавать все, включая анализ мочи. Но мы никогда же в этом цирке не узнаем, да? Никогда же не узнаем. Сколько народ-то проголосовал-то в итоге-то за Путина? Мы уже, впрочем, знаем. Где-то зеленка залили. Сам-то, главное, все ушло в электронное голосование. А в электронном голосовании все сломалось. Сколько проголосовало? Кто проголосовал? Ни наблюдателей, никого. Как это? Ольга, извините, я вас перебью. Потому что вот вы должны, мы и мы с вами, засвидетельствовать всю прозрачность, объективность и подконтрольность этого демократического процесса. 700 наблюдателей приехало, хотя вражеский ЗАПа не давал. Из Сирии еще, и Ирана. Самых демократических режимов. Ну, а самое-то главное, конечно, с большим опытом наблюдения, особенно в России, с созданием процедуры, безусловно, подготовленных. Я думаю, что их полгода подготавливаю, и они меньше. И это, мне кажется, добавляет к этому цирку несколько новых странных черт. Ну, это такой, я бы сказала, имперский цирк. Мне прямо совсем не хочется выглядеть нетолерантной и обижать людей с другим цветом кожи. Ну, уж так выглядит. Это так выглядит. Это выглядит так, что в империю завезли арабчат Петра Великого. Это правда. Это именно так. Ужасно, ужасно. И люди на это и реагируют, как на цирковую процедуру. Ростовые куклы, Деда Мороза и африканские наблюдатели. Вообще, конечно, таких выборов не было никогда. Никогда. Никогда не было в России таких выборов. Серьезно, да? Это уже край такой и предел? Или за край, за пределы? Я пытаюсь вот так вот хлеба и зрелищ, но это уже не то, что кто-то смеется над властью. Нет. Это уже власть становится дико смешной. И сам, собственно, процесс, процесс наделения Путина властью становится цирковым. И вот это вот такой серьезный-серьезный, такой вот страшный мужик, от которого боится весь мир. И он такой со своим чемоданчиком и вот с этими ростовыми куклами. Вот ему так досталась власть. Правда. Мы же этого не забудем. Это нельзя развидеть уже. Это нельзя развидеть. А что-то будет завтра. Боже мой. Но мне очень понравилось соревнование двух кремлевских башен по поводу того, что же делать 17 марта. Мы, конечно, все это увидим. Но пока соревнования зашли в тупик. Мне очень интересно, как они это разрулят. Силовики, уже очевидно, хотят хватать всех подряд, кто придет к избирательным участкам 17 марта около полудня. Ну, и я думаю, что будет схвачено очень много там каких-то совершенно посторонних людей. А с другой стороны, другая башня Кремля наоборот хочет, чтобы к избирательным участкам 17 марта пришло как можно больше людей. Но не полдень против Путина, а масленицу там устроить. Широкую масленицу с блинами. И всем показать, это же не против Путина люди пришли. Это же на блины люди пришли. Широкая масленица. Будем сейчас чучело сжигать. Да, я даже подозреваю, какое чучело. И вот я себе представляю, что победили обе башни. Приходят такие все на масленицу. Кто на полдень против Путина, кто на блины. Но очереди смешиваются. И вот такая толпа вот избирательных участков. Тут набегает ОМОН, хватается эти сковородки, всех этих баб в сарафанах. Всех этих, значит, чучел из комарухов. И сажает, значит, набивает один автозак с гражданами, пришедшими против Путина. И вот это все с балалайками, плясками и воплями, значит, несется в участок. Праздник народный. Конечно, это все, что вы описали, очень подходит под этот вайп и атмосферочку. Но на самом деле, дабы найти вот этих подонков и злостных нарушительниц, которые 17-й нарушители марта в полдень могут позволить себе такую акцию всенародного гнева, задействованы целый центр Э поиска экстремистов. Значит, они ищут по ТикТоку усилия двух оперативников понадобились, чтобы найти противоправный ТикТок некой студентки из Ульяновска. Ее оштрафовали за то, что она написала в ТикТоке и сделала видосик. Мне передали, что сходка крутых девочек будет 17 марта в 12 на всех избирательных участках. И вот двое оперативников центра Э искали, значит, и показали ей, что это совсем не круто писать вот такое. Ну и, конечно же, все это запрещают публиковать. И, вероятно, полицейские пишут, проделали невероятную работу и нашли видео при помощи написанных под ним хэштегов «Полдень против Путина», «Россия без Путина», «Россия будет свободной». Вот это так работают силовые и спецслужбы структуры Российской Федерации. Но, на самом деле, все-таки это безопасней, чем отражать атаки русского добровольческого корпуса в Долгородской области. Уж лучше в Ульяновске бегать за девочками. С телефоном. Почечными, да, чем брать в руки оружие, там, идти, там, от кого-то что-то отбиваться. Ну, нафиг, конечно. Так они вот нужны, видите, как Путину нужны очень. Потому что, конечно, девочке страшнее, чем русский добровольческий корпус. Надо оставлять в Ульяновске, не надо перебрасывать. Не надо Белгородской области. А не надо Белгородской области. А Путин вообще, он призвал россиян не бояться голосовать под обстрелами, подрывами. Россия не запугать, говорит Путин, ударами со стороны Украины, которые были совершены в первый день голосования. Он так и не понял, или ему недорассказали, что это не Украина, а россияне с российским паспортом идут освобождать Россию от него. Конечно, так ему не подадут. Это все киевский террористический режим обстреливает. И он, Путин, уверяет, у которого сгорела уже треть крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, или на них что-то повредилось, что около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются их великими средствами ПВО. Видно, Коношенков писал это предложение. Я бы хотел смотреть свежий украинский анекдот по этому поводу. Мне он еще понравился. Мне кажется, анекдот дня. Золкин. Полоненному. Вот вы понимаете, что вы оккупант? Полонены. Нет. Золкин. Ну, смотрите. Вот вас где в плен взяли? Полонены. В Белгороде. Золкин. Следующий из Курска подойдет. Да, 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 да. Да, да. Ну, вот анекдот не анекдотом, зато для жителей Белгородщины и Курщины, это уже совсем не анекдот, а новая реальность, которая действительно приходит. А Гладков с последнего так выдавливанием улыбки губернатор Белгородщины сегодня говорил, я все равно, я иду, я не боюсь. Значит, пока остальные очереди на заправки создают и выезжают благодаря эвакуационным коридорам со стороны, нет, не кремлевской местной власти, конечно же, а именно вот этих подонков из РДК, Легиона Свобода России и Сибирского батальона, которых называют диверсантами, причем даже некоторые оппозиционные каналы хотят, они какие-то диверсанты, это освободители. Ну, Путин же должен понимать, освободители, освобождают Россию. Он же говорит постоянно, что России кто-то угрожает, вот они освобождают, они угрожают, они предупреждают людей, помогают эвакуироваться, но между тем, Ольга, никуда и не собираются уходить. Четвертый день боев, и к чему это может привести, и на самом деле, можем ли мы сказать, что это лучший электорат, который пришел поучаствовать в выборах президента Российской Федерации? Ну, собственно, так ребята и говорят, когда они заряжают, как они говорят, бюллетенями, и отправляют Шойгу и Герасимову свои голоса. Вообще, конечно, мне горько и обидно, что либеральная оппозиция, я даже сказала бы слово «тусовочка», я бы даже сказала слово «белопольдное». Те, которые не хотят донатить в СССР, говорят, нет, 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 мы только мирным украинцам. За что, кстати, спасибо. Спасибо, что мирные украинцы тоже им собирают, донатят. Последний раз 50 тысяч евро – это очень хорошо, то есть замечательно. Но просто с пометкой «это только мирно, мы на войну, не-не-не», ну, мне кажется, это двойная мораль, это очень цинично. И то же самое морщение пресных носиков на русский добровольческий корпус, на легион, на сибирский корпус – это, мне кажется, в высшей степени двусмысленно и цинично. Вам не нравятся люди, которые там воюют? Там много кто воюет. Там, известно, вот Эльдард Дадзин воюет, известный политзаключенный в прошлом. Не нравится там Капустина или там кто-то еще своими социалистическими взглядами? Мне кажется, вот знаете что? Мне кажется, сейчас важно, что люди делятся на две категории – за войну и против войны. Вот, собственно, и все, весь водораздел. Это правда, есть черное, есть белое. Ну, тут нет уже, мы же не фильмы «Пятьдесят одинков серого». И это жизнь, и это война, которая кроваво идет, одиннадцатый год. Как уже можно, уже таким, кто раньше говорил, как Макрон, мы с вами так же обсуждали, он с этой линии не соскачивает. Даже если говорить о международных партнерах и всех, уже все начали понимать практически, что есть зло, а есть ему противодействие. Ирина, я вот два года, два года работаю с очень многими украинскими благотворительными фондами, и мы не только, так сказать, лекарства и генераторы, там много чего. Много чего идет. Маленькие тепловизоры просто как, не знаю, каждый раз просто как посылки. И когда уже вот сработались, уже все, уже родные люди, уже сидим у меня за столом, мне говорят, Оль, вообще-то мы бывший правый сектор. Вообще-то мы вот, собственно, что мы не воеваем? Я просто вижу, одному там руки нет. Ну, понятно, да, люди потеряли там при защите Донецкого аэропорта, и в тюрьме посидели, да, у них как бы идет оголовные дела в Украине. Слушайте, люди всячески себя искали, да. Чем отличается украинский правый сектор тогда, да, тех лет? Люди давным-давно, да, отошли от Яроша, отошли от всего, и занимаются тем, чем занимается вся Украина. Куют победу. И ровно тем же самым занимаются люди, которые, собственно, сражаются в добровольческих корпусах, вот этих вот на территории Украины с заходом на российскую территорию. Это, конечно, это освободительные батальоны. Слушайте, давайте сейчас будем говорить, что во Второй мировой войне Берлина освобождали в том числе и коммунисты, в том числе и сталинисты. Какая разница? Какая разница? Речь идет о том, что сражаемся с фашизмом. Все, всем миром сражаемся с фашизмом. Всем миром сражаемся против Путина. Всем миром сражаемся против путинской агрессии. Слушайте, мы потом выберем парламент. Войдут туда нацики. Не войдут туда нацики. Дело избирателей. Дело избирателей. В конце-то концов. И там, пожалуйста, будем с ними разбираться, если войдут. Устроим им там, я не знаю, темную. Скажем, что вот, я не знаю, если там их будет мало, а если их будет много, то значит такое уволе изъявлений народа. Что делать? Я думаю, что вот это вот морщение белых носиков и белых пульт, это то, из-за чего мы, например, все просрали. Да, вот, знаете, я разговаривала с Геннадием Владимировичем Могутковым на днях. И мы обсуждали, в частности, эффект от прилета экономический, политический, военный, по нафтоперерабатывающим заводам, по нефтебазам, по разным объектам нефтяного промышленного комплекса Российской Федерации. Он говорит, что, мол, на протяжении всех этих двух и больше лет ему звонят нефтяники, даже уже когда вводились ограничения потолки цен, хотя такие все сомнительные, конечно, тоже, на нефть, на баррель, что они ему звонят еще даже до этих прилетов и говорят, вот что нам делать, вот мы не хотим поддерживать войну, да, путинскую, но вот как-то мы и без выхода. А вот, а что делать, взять, например, и присоединиться к РДК, Легиону Собода России, к СИБАТу, взять и показать. Ну, а я ему тоже говорю, а что же они, ну, просто сидеть и ждать, а ждать чего тогда? Ответа на этот вопрос нет у них и ни у кого. Ну, ведь есть вот такое силовое противостояние, и если сотни, две, а потом тысячи, миллионы выходят, на всех не хватит. Вообще, где они, никто не останавливает и РДК, и Легион Собода, где силовики, где спецслужбы? Они, конечно, отчитываются про 200-500 тысяч уничтоженного всего, но мы же понимаем, что это не так, и они все живы, включаются к нам в эфире, не уничтожены. Вот, значит, нет противодействия со стороны Кремля, но есть возможность, тем более при Гожьем ходить. Нет, все хотят ловить девочек в Ульяновске. Легко, безопасно, премии, погоны, похвала начальства. А все остальное, это, знаете, это опасно, это стрелять могут, это нет. Вот, собственно, и все путинские боевики. Да, так вот, им же можно и противодействовать, вот таким, не только россиянам-освободителям из РДК Легиона Свобода, но и какие-то вот элиты, так называемые представители бизнеса, нефтяной промышленности. Если они не хотят это все поддерживать, и в этом всем вариться, нести убытки, выбрасываться из окон, вываливаться, поканчивать с собой, как четыре представителя топ-менеджмента Лукойла. Есть же другой выход, только в окно или сидеть ждать? Ну вот вы абсолютно правы, вот тут последняя смерть в Лукойле, вот ты читаешь про это, да, вот вроде нормальный, успешный мужик, значит, конфликтовал собственным руководителем, повесился на шнурке в туалете у себя в кабинете. Мужик, может, ты воевать бы поехал? Ну как-то, ну, если, ну, вот мог бы отдать там какую-то часть своего состояния, да, я не знаю, ну что, вот это вот так вот хорошо, да, болтаться на шнурке в туалете в кабинете, вот такой итог жизни, чтобы мы сейчас сидели и об этом говорили. Мужик на шнурке в туалете. Это нормально, нормально прожидая жизнь? Нет. И финал ее вообще нет? Ни пробок романов нет, вообще нет. И дети промотают твое наследство очень быстро и не вспомнят тебя добрым слугом? Вообще не вспомнят. Да, никто не вспомнит, ну, поэтому у меня всегда вот вопрос возникает, что когда они не могут ничего сделать, могут, могут, но не делают. А вот только вот так находят себе выход. При этом, при всем, мы можем утверждать сейчас, что учитывая, что бы там ни говорил Путин и представители власти, учитывая прорывные рейды, учитывая атаки массовые беспилотников на Российскую Федерацию и разные объекты нефтяной и военной промышленности, учитывая вот этот весь и смех, и грех, который мы начали обсуждать вначале, что происходит на выборах, учитывая, что все-таки выйдут люди и на акцию «Полдень против Путина», что это последние его выборы без каких-то фигуральных вложений сейчас метафорических в это слово? Да, возможно. Более чем возможно. Я не представляю себе ближайшие шесть лет с Путиным, вообще не представляю, если до этого, знаете, был какой-то морг, что да, Путин навсегда, Путин бесконечно, пока не сдохнет, вот он будет, он будет, он будет. И вот это все будет вариться вот в каком-то вялом ровне, вот это все будет. И как зубная боль это все. А вот сейчас этих шести лет не видно. По-моему, у него их нет. По-моему, у него их нет совсем. Вспомните последние шесть лет с восемнадцатого года до двадцать четвертого. Я же, ух, что случилось-то? Если он, ну то есть, нет, невозможно идти дальше такими же темпами. Куда? Потому что действительно в шаге ядерная война, в шаге Третья мировая, какие выборы? Какие выборы? Я уверена, я надеюсь, я молюсь, я не знаю, что весь мир этого не допустит, что мир не признает Путина президентом, потому что, ну камон, ну камон, о чем с ними переговариваться? О чем договариваться с его министром иностранных дел? Ну о чем? Это конченые люди, все. С ними нельзя договориться, им нельзя верить. С ними нельзя ни о чем договариваться. Это бесполезно, это бессмысленно. И хватит уже, может быть, пора заканчивать эти бесконечные телефонные переговоры. Они ни к чему не ведут. И в конце-то концов, в конце концов, провести эти шесть лет с угасающим Путиным, с умирающим Путиным, без Путина, лучше всего, конечно. Могут ли это сейчас сделать ведущие державы? Ой, да, у них выборы. Вот и в Америке в следующем году, и в Германии, и у Макрона там не очень, и все такое. Ну слушай, даже Мария Лепен говорит, что Путин козел. А уж она-то от него зависима была всегда всю жизнь. Вот такая переобулася быстренько. Наверное, Макрон повлиял, подумала, у нее-то еще есть прицел на выборы. И она подумала, ха-ха-ха. Или просто поняла, что не по пути... Ну да, скажи, что ты поддерживаешь Путина, и никто за тебя не пригласует. Или просто поняла, что не по пути с неудачниками, потому что когда видят, что такой уже ущербный, бункерный, ни на что не способен, то она подумает, а зачем? А зачем поддерживать? Очень-очень любопытно, конечно, очень любопытно посмотреть будет... Неужели в таком же стиле пройдет инаугурация, например? Ведь она всегда была такая зловещая, торжественная. Москву зачищали. Ездили только мотоциклы правительственные. Всех убирали из окон, там, я не знаю, выгоняли всех из города по пустым улицам. Перекортежи ездили. Такие зловещие, бесконечные. Ну, все уже, уже пугали, уже было страшно. Но так и выборы были, были борьба, несогласие, оппозиция выходила. Все это было. Ну, а сейчас-то... Сейчас-то у вас ростовые куклы, сейчас-то у вас... Сейчас-то у вас балаган, сейчас-то у вас шалман. Такой дешевый шалман. И... Ну, иногорация должна быть такая же. Как-то держите стилистику. Ну, уж, наверное, правление будет такое. Ну, как ты год встречаешь, так его проведешь. Как ты выборы проведешь, так проведешь. Все остальное. Вот с этими вот... Вот это, вот, вот это с баянами с цементного завода. Вот эти рыбаки деланные, да? Вот эти все бюджетники, вот эти все ростовые куклы, эти пляшущие бабки. Это голосование на оккупированных территориях на капотах. Вот это путинский избиратель. Вот это вот он, да, действительно. Ну, я вас поздравляю. Ну, я вас поздравляю, дорогие центры-избиркомы, сторонники Путина. Вот это вот все. Это вот... Это вот ваше. Это то, чем вы гордитесь. Это за что боролись, на то и напоролись, собственно говоря. А может, Путин не узнает? Может, он думает, что реально там 80% ведут? И он же живет в своей параллельной реальности. Вот ему покажут очереди. Возможно, ему покажут полдень против Путина. Скажут, это за вас пришли, Владимир Ильич. Да, может быть. Я сейчас вспоминаю. Это же было в «Золотом петушке» в опере, которую там не Пушкин написал, там совершенно любит другого человека про дурацкий народ. И как-то там народ при виде царя Дадона, который возвращается из похода, уже народ знает, что погибли сыновья, что вот сейчас будет Маханская царица. И народ начинает прыгать, кувыркаться, значит, всячески козлами скакать. и говорит царю, что мы не знали бы, как жить без тебя, чем у нас себя занять. Для тебя мы родились и семьей обзавелись. А Маханская цариста на это реагирует, она так в ужасе на это смотрит, на все, на вот это вот. И говорит, да пропади ты злой урод, и дурацкий твой народ. Как еще земля вас носит, там уже ды-ды-ды-ды. И это вот удивительно ради Путина вот так вот по избирательным участкам скакать козлом, ходить. Это взрослые мужики, да, это взрослые мужики, которые ходят, изброшают из себя Петра Первого, каких-то русских богатырей, каких-то медведей, с какими-то баянами, с удочками. Это избирательный участок, это даже не поле чудеса, это что же за оболвание вне страны. Вот ты на это смотришь, на это смотришь, и тебе стыдно. Да, это вот не ты, не твои друзья, не твои знакомые. Смотришь и пытаешься это развидеть, вот как будто бы, как будто, знаете, как будто на другой планете совершенно, да, собрали каких-то существ, да, я не знаю, заставили их на перегонке есть червяков. И ты на это смотришь, думаешь, господи, ну перестаньте, ну стыдно же, ну что ж вас, ну кто же вас заставляет, просто бросьте все это, выплюньте, идите, ну, идите себе, живите, работайте, радуйтесь, книжки читайте, в кино ходите. Ну, что ж такое-то? Не, это, какие книжки, какое кино, если бы это делали, то у него такого бы и не было, конечно, все это, да и что, запрещают Чебурашку смотреть, ну вот они, может, и ходят, а как-то посмотрят Чебурашку, Чебурашка тоже сегодня был с апельсинами на избирательных участках. Ну вот, да, последствия того, что посмотрели Чебурашку. Это жесть, просто, конечно, да, это предела нет, это вот на, куда можно катиться, куда катит Путин, это все, но. Сына миллиардера Ковальчука назначили зам главы администрации Путина, это он уже какие-то кадровые ротации начал? Ну да, он, в принципе, себя обставляет сейчас дочерьми и сыновьями. Сын Патрушева, да, соответственно, вот теперь, теперь Ковальчук, там много еще Дортмерга, там не все вокруг него. Потихонечку, конечно, под себя создает такой династический кадровый резерв, но проблема в том, что это династия Кеннеди, да, она династия такая политическая, а вот эти все династии, они совершенно не политические. Ни одна из дочерей Путина не равна Путину. Дмитрий Патрушев, это не Патрушев. Сын Ковальчуков, там не Ковальчук. Поскольку это назначили на любой пост без Путина, их сожрет противоборствующая группировка минут за пять. И костяшками не подавятся, потому что, ну, они же никто, они никто, ну, равно как и их папашки. Никто. Они все живы, они все богатые, они все влиятельны, только благодаря Путину, только благодаря ему. Они, впрочем, это понимают. Как только Путин сдохнет, их никого не останется, потому что в этой паучьей банке, да, найдется один паук, одна крыса, которая всех сожрет. И у меня есть одна точно хорошая новость. Какая-то крыса будет всех жрать, ей будет не до Украины. Да, это правда тоже. Скорее бы, это, конечно, все случилось. Ну, Ольга, спасибо вам огромное за сегодняшний разговор. Спасибо большое вам за вашу позицию, аналитику, за бэки, прошлое, и прогнозы тоже наши, мне всегда нравятся, на будущее. Многие из них стоят реальностью. До новых встреч. Спасибо. Удачи. Спасибо вам также, Ольга. Спасибо, что находите время. Ольга Романова, глава благотворительного фонда Руссидящая, была вместе со мной, Ирина Узлова. И, друзья, спасибо вам огромное, что вы приходите, смотрите, слушаете, доверяете нам. Очень приятна ваша активность. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube 24-го. Это поможет нашим разговорам продвигаться просторами YouTube-а. Так работают его алгоритмы. Нас уже больше, чем 6,5 миллионов. Продолжение следует...